всем привет с вами канал все для огорода здравствуйте мои дорогие подписчики подписи а также мы хотел сказать жители моего канала вот хотела сказать какие пилы бывают здесь представлены три вида пил столярные плотницкие и столярные пилы вот столярная пила называется стусло не знаю почему так назвали стусло здесь мелкий зуб для пропила что-то мелкого то есть для изготовления каких-то рам наверное скорее всего очень мелкий зуб такая пила называется стусло правильно говорю по моему стусло еще должна быть какой-то приборчик к этой пиле до отдаваться там чтобы распиливать косые углы я думаю так вот такая у меня пила называется стусло кто знает поправьте меня пожалуйста комментариях также есть пила продольная и пилить естественно только можно вдоль распилывать доски там если длинная доска и вам нужно распилить если у вас нету циркулярной пилы ты вы можете распилить вот этой пилой называется продольная а чем она отличается обычной пилы у него зуб направлен в одну сторону вперед вот она зуб вот эти зубе все вперед направлены то есть обычные зубе они вниз направлены в разные стороны а здесь в разные стороны направлен даже развода по моему здесь нету видите здесь нету никакого развода если зубе на направлены только вперед никакого развода нету то есть пилиться вперед вот если вас длинная доска и вот этой пилой можно отпилить эту доску вдоль распилить но сейчас есть циркулярные лобзики но циркулярные пилы в основном пили циркулярными пилами там отмерил жирки все там единственное что это пила от пропилит там два миллиметра а циркулярка пропили там все пять миллиметров тощины поэтому надо примерно от от очередет линию и дать на вот это вот 5 миллиметров на на этот диск циркулярной пилы айт пропилит тонкая единственное что очень долго пилить циркулярной пилой джек и все пилила здесь этой пилой долго пилить на это пила продольная для распила про волокон вдоль доски обычной пилой не распилишь которые про обычная пила которые бели поперек доски можно конечно но очень трудно вот это как раз специально пила подназначена для пропила вдоль называется такая пила продольная пила называется вот такая у нее зуб направлен только вперед так еще вот пила есть для распилки фанеры чем отличается обычная пила от распила дров скажем так тому если распили дров там зуб должен быть большой длинный а здесь вот пила для распилки фанеры вот видите здесь даже а зубья закаленные вот то есть каленые зубья это специально пила для фанеры или фанеру пилить или дсп пилить то есть древесно ты спишь и плита или юсби там есть такая тоже плита называется не дсп а в избе а также из изопилок делается там и стружек и запилок при помощи какого-то клея вот еще все дома делают практически из этого уэсби придумали блины за везде вот они не не знают что этот клей который склеивает эти опилки при нагреве выделяют газ когда температура будет в квартире гораздо теплее если вот допустим удачи там про отапливают печкой очень температура высокая не знаю что будут дышать этим 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 клеем будет дышать короче я бы не советовал это дома строить из этого весь библину лучик из фанеры или просто из бруса строить они в избе короче вот это вот этот как бы специальная ножовка так на сказать или пила ну как правильно ножовка пила вот она подназначена для распила только фанеры вот видите очень тоненький зубчик маленький зубчик и зуб прокален видно что она прокаленный зуб специальный колит прокалывает чтобы она эти зуби не быстро затупились потому что точить эту пилу очень проблематично если обычную пилу у которой мы пили эти ну распилим доски поперек там зубе большие можно обычным трехгранным напильником заточить естественно это долго но примерно за час там вы наточить это достра достает и этого пилу ножовку вот здесь уже таким способом напильником вам не удастся и наточить можно конечно надфилем точить на точно долго получится поэтому зубе всегда здесь прокаливает то есть когда она стучатся до нашего папила уже это то уже фанеру уже пилить нельзя то есть уже люди проточит длинные зубе будут пилить обычный обычные дрова этой пилить доски дрова поэтому специально и закаливают эти маленькие зубе для того чтобы она долго работала то есть они чтобы не стирались чтобы ее на дочь хватило это ножовка или пила как правильно назвать я уже забыла хотя я плотником работал разряд был правда невысокий 4 разряд меня был мы поработал стекла резал вставлял рамы делал вот короче меня 4 плотника 4 этого столяра и паркетчика 4 разрядом вот столяром я работал в деревне там чуть-чуть там кому-то дверь надо было сделать раму сделать надо было стекло вставить но стекло вставляет конечно не столяр от а плотник поэтому приходилось и стекла вставлять и рамы делать приходилось пришлось поработать и плотником естественно правда недолго но поработал вот спасибо за просмотр с вами канал все для огорода жмите на колокольчик теперь вы знаете какие есть продольные пилы которые пила по фанере и которые пилы специальные столярные то есть вот эта пила она и она нас она как раз относится к столярному делу то есть все стреляра пользуются такой пилой вот там еще есть такая вот специально для распила углов ровно там улыбана там еще дается такой приборчик там устанавливается как раз на это и вот как раз это вот так пилим ровненько вот так и угол получать пропиливается ровно на 90 градусов но мне такого прибора нету тот даст вот эту я пилу купил такую стусло называется вот поэтому ну и мне надо было фанеру проспилить думаю возьму нет видно что зубья здесь вот видите даже стерлась короче я что-то и пилил однажды вот вот я не покупал который по фанере это мне так подарили такие вот пилы спасибо за просмотр теперь вы знаете какие пилы надо покупать если пилить дрова и здесь надо пилить покупать пилы с большим зубом чем больше зуб тем пилить дрова легче и разводить для развивать для разводки пилы есть специальные приспособления то есть эти зубы разводится под углом там скажем ну там разный угроз бывает там специальный ограничитель есть такое полукругом я как-то показывал то есть ограничитель то есть уже берешь вставляешь зуб этот самый и гнешь вот так то есть это ограничитель упирается в саму пил вот эту ножовку или пилу и тем самым а получается зуб раз получается в разные стороны то с одной стороны согнул другой но также можно пассатижами согнуть единство что будут не неровные зубе я здесь этим об специальной машины как раз одинаково всего зубе делал заточил побольше сделал зубе проточил проточить я говорю можно трехгранным напильником детства напильник должен быть новые не старые новые чтобы легче было протрачен проточил заточил и можно любые бревна пилить если большой раз в развод то любые бревна хорошо пилиться потому что когда древесина сырая вот они они наоборот эти зубе сводят обратно в ноль поэтому приходит пердиски зубе разводить так называется разводим зубе разные стороны а эти игры вот эти видите здесь разводка очень маленькая такая мелкая мелкая краска для распила фанеры только вот эта фанера это тоже может фанера пилить тоже мелкий зуб мы там специально для распила под углом 45 градусов вот это специально силовить у них небольшой шаг это в этой пиле длинная здесь чуть-чуть вот продольная пилить вдоль волокон легко она направлена только вперед будет выбрасывать эти опилки только вперед а назад она не будет выкидывать опилки спасибо за просмотр с вами канал сад на всех родах всем пока пока подписывайтесь